Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Человек. Дело. Главные правила». Меня зовут Тимофей Кареба. Я являюсь издателем бизнес-журнала «Человек. Дело». Сегодня у нас с вами в гостях потрясающий предприниматель, очень успешный и очень интересный, председатель совета директоров холдинга RBI Эдуард Тиктинский. Здравствуйте! Привет! Спасибо огромное, что согласился на интервью и согласился ответить на вопросы, которые обычно мы задаем. И первый вопрос я бы хотел спросить про самое начало твоей предпринимательской деятельности. Вот прям когда только началась там карьера, какие-то мысли о предпринимательстве, о чем ты думал, как ты выстраивал свое будущее? Помнишь? Знаешь, очень интересно, что иногда я читаю какие-то истории от предпринимателей и удивляюсь, насколько люди четко что-то выстраивали в прошлом. На самом деле, в том возрасте, когда я начинал, в 19 лет, трудно было что-то выстраивать. То есть было большое желание быть социально успешным и желание зарабатывать. И, собственно, с этого все и начиналось. И так, как и своя какая-то деятельность, что-то там купил, продал, так и создание компании, естественно, было желание социально успешным быть. Другое дело, что со временем достаточно быстро эта потребность была реализована в значимой мере. Вот смотри, я почему, мне это интересно. Вот молодые ребята, которым там 20-25 лет, они, наверное, находятся в той же позиции, которой ты был в 20 лет. У них тоже там желание быть успешным, реализовываться, достигать каких-то вещей. Но потом, вот, проходит время, проходит там 20 лет, и мечты и желания трансформируются. И им бы понять, а во что они трансформировались. Вот во что у тебя трансформировались твои мечты и желания через 20 лет, через 25? Аж постепенно это материальные потребности в большей степени переходят в идеальные потребности. Это служение, это быть полезным, помогать людям развиваться, делать мир лучше. Но нормально, наверное, что всему свое время, да? То есть и вполне нормально, что большинство людей в 19-20 лет думают о том, чтобы встать на ноги. Потому что вот эта история с пирамидой Маслова, она никуда не девается. Для того, чтобы человек стал думать о более широком круге людей вокруг него, как правило, ему нужно обеспечить себя. Если у него есть семья, то обязательно свою семью, свой ближний круг. В этом есть какой-то, ну, здравый путь. То есть двигаться надо постепенно. Ну да. Ну, вообще говорят, что Маслову сам-то пирамиду не строил. То есть ее потом додумали за Маслову. Но ведь время меняется, время течет. И то, что было 20 лет назад характерно для девчонок и пацанов 20-летних, уже не характерно сейчас. Все равно все трансформируется. Как ты считаешь, что с твоей точки зрения правильно было бы ощущать начинающему предпринимателю в свои 25 сейчас? Ну, ты сказал, что да, встать на ноги – это все еще актуально. А что еще? Видишь, совершенно сильно изменилась бизнес-среда. То есть тогда в то время требовалась очень такая серьезная волевая, волевые качества для того, чтобы принять решение заниматься бизнесом. В общем-то, все лежало у твоих ног. Не нужно было так много денег, нужна была идея, нужно было трудолюбие. Сейчас ситуация довольно сильно изменилась в этой части. Бизнес довольно высоко конкурентный, поэтому нужна не только воля, но нужна и квалификация. То есть надо учиться. И вот это сторона дела. То есть учиться, поработать где-то, получить профессию, получить ремесло, посмотреть, как происходит эта деятельность в большой компании. Если ты не обладаешь какой-то потрясающей бизнес-идеей, которую ты готов сходу реализовать, в которую ты веришь. Если же говорить про ценностную шкалу, то, конечно, в силу того, что время сейчас меняется значительно быстрее, скорость перемен выше, то, по сути, мы говорим о смене поколенческой. То есть те ребята, которым сейчас 20 или 25 лет, это уже не 45 лет, это уже другое поколение, чем я. И, конечно, про них там известны какие-то статистические данные, что для них очень важно чувствовать себя, скажем, хорошо, равновесно. То есть не, скажем так, они в какой-то мере готовы меньше поставить на кон. То есть в наше время, то есть переход от советского времени к новой реальности, мы готовы были очень много работать, упахиваться для лучшего будущего. Сейчас у меня есть ощущение, что у молодых ребят, у большинства это немножко по-другому. То есть они хотят жить сегодня и сейчас, они не хотят откладывать жизнь на потом. Поэтому для них очень важно, чтобы то, что они делали, это был действительно элемент некого потока, чтобы они получали вот прямо сейчас удовольствие от того, что они делают. Я считаю это правильно. Я считаю это правильно. И в целом в этой части мир развивается правильно. То есть когда люди думают о своем состоянии, думают о том, что надо не просто впахивать, а надо обязательно трудясь, получать удовлетворение от того, что ты делаешь. Ну, мне тоже кажется, что это серьезно правильнее. Почему? Потому что, в общем, если ты движим просто амбициями, да, то ты немножечко все-таки зашорен. А когда ты взвешиваешь себя вот в этом пространстве, в этих потоках, то ты как-то более адекватен к жизни, что ли, более спокоен, и ты не травмируешь так себя. Ну, и принести можешь окружающему миру больше. Ну, тут такая, это бывает зачастую компромиссная история, потому что если взять такое целевое бытие, да, целокупное целевое бытие, что вот я хочу быть богатым, да, и человек, например, все ставит на кон. Там свою жизнь, свое здоровье. Вот Стив Жопца очень хороший пример, да, что когда он умирал, он сказал, что я жил неправильно, и все это не стоило того, что я потерял в своей жизни. Но, тем не менее, он добился огромных, потрясающих успехов. В принципе, человек, который ставит на такое бытие, на целевое, да, что вот только бизнес прежде всего, он может быть очень успешным. Если он имеет волю, если он имеет хороший интеллект, он может быть очень успешным. Другое дело, чем он жертвует, это очень значимо, потому что жизнь ведь не есть бизнес, и количество денег не имеет значения, уж с какого-то уровня точно не имеет значения. Ну, хорошая дискуссия, потому что где тут взвешивать, сколько ты людям принес, и насколько ты улучшил их жизнь. Стоит это твоих сердечных, таких сильных переживаний, или прям здоровья твоего, или не стоит? А это же очень простой здесь ответ, это он не взвешивается, это просто твое ощущение, да, твое внутреннее состояние от того, что ты делаешь. Потому что, с одной стороны, бывает, вот, ну, я много встречаюсь там с молодыми предпринимателями, студентами, после выступления, беседы, ребята подходят, мы много разговариваем, не задают много вопросов уже в таком персональном режиме. С одной стороны, ты чувствуешь себя усталым, но ты, я абсолютно уверен, что я делаю очень важное дело, да, и мне от этого хорошо. Поэтому вот это ощущение внутреннее, что тебе хорошо, понимание, что ты делаешь важное дело, оно даёт себе силы. На самом деле, я верю в простое правило, что ты получаешь больше, чем ты отдаёшь. То есть, чем больше ты отдаёшь, тем больше энергии ты получаешь, если ты делаешь, ну, осмысленное дело. А вот это вот ощущение хорошо. Как ты думаешь, на чём, на каких фактах, логиках или каких-то сердечных ощущениях оно основано? Ну, то есть, как человеку уловить, что он сделал правильно? Надо обязательно получить обратную связь или не обязательно получать обратную связь? Это хороший вопрос. Вот у меня работал менеджер один, и он уделял время своему личностному развитию, я с ним занимался коучингом, он мне задал такой вопрос, что вот как же так, вот моя подруга знакомая, она сделала такой дауншифтинг, она сейчас вот работает в благотворительной организации, помогает людям, ей столько народу говорят спасибо, она говорит, наконец-то вот я чувствую себя на месте, потому что меня все благодарят. Я сказал этому человеку, я сказал ему один вопрос, где кнопка, да? То есть, вот такой вопрос. То есть, что я имел в виду? Что очень важно растить в себе вот этого внутреннего человека, некое внутреннее управление, чтобы ты, чтобы социум не мог жать на твои кнопки, вот тут ты молодец, а тут ты не молодец, да? Потому что тогда ты полностью зависим или в значимой мере от чужого мнения. Чужое мнение очень важно именно с точки зрения профессионалов в той или иной области, которые дают тебе обратную связь о том, что ты делаешь. Но в итоге оценку о том, прав, правильно ли ты делаешь или нет, ну, ты должен дать себе сам. И с этой точки зрения не важна, не столь сильно важна признательность людей, потому что, ну, мы же знаем многие интересные поговорки, да, что всякое доброе дело должно быть наказано и так далее. То есть, очень важно, и с этой точки зрения очень важно внутреннее ощущение своей правоты. Хотя, если ты получаешь позитивную и искреннюю обратную связь, безусловно, это придает тебе сил. Вот я хочу поделиться с тобой очень таким для меня значимым событием. На одной из мероприятий после моего выступления ко мне подошла девушка и подарила книжку, сказал, что вот ее парень не смог прийти, но мое выступление в 2000 году в политехническом университете полностью изменило его жизнь. Он мне написал там письмо на трех страницах в этой книге о том, что он стал предпринимателем, что у него сейчас три бизнеса, на основе чего он строит эти свои бизнесы. И, конечно, это наполняет тебя дополнительными силами, то есть ты получаешь обратную связь. Вот таким образом мир дает тебе обратную связь о том, что то, что ты делаешь, это нужно людям, и они это ценят. Но это не совсем оценка, это благодарность. Верно. То есть оценку от мира получать, это как будто тебя кто-то оценивает. Я согласен совершенно с тобой, что это не совсем те кнопки. Правда. Но ты говоришь, вот там, пример привел, я до этого сказал, это вот как благодарность. Дошла она от этого мира, от кого-то по каким-то там каналам или нет? Ну, это некая объективация того, что ты делаешь. Благодарность – это некая объективация, да? Ну, неважно в какой форме, она же может быть и в денежной, и в бумажной, и в письме, и в подарке, да и просто в улыбке, да? Это правда. Скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, какие твои правила, скорее всего, личные, позволили добиться серьёзных результатов? Ну, вообще для любого человека в предпринимательстве это два ключевых качества – это наличие воли и наличие интеллекта. То есть хороший предприниматель имеет и волевую, и интеллектуальную составляющую. У каждого человека свой баланс одного и второго, но без этих составляющих в длинную уже бизнес не удержать. Поэтому дальше у каждого есть свои особенности. Я упорен, трудолюбив, мне очень нравится работать с людьми, и для меня очень важно, с кем я работаю, и для меня очень важны смыслы. Для меня очень важно, чтобы моя команда разделяла те ценности, которые есть у меня, да? Что у нас общая система ценностей такая, ну, ключевая, если говорить о бизнесе. По крайней мере, мы сильно сходимся, да, в этой части. И что мы делаем некое общее дело со смыслом и с радостью. Я бы хотел сейчас здесь немножко остановиться. Следующий вопрос хотел бы про смыслы вот эти, потому что мне кажется, что для многих, для наших там зрителей, читателей, слушателей это ценно. Но сначала все-таки спросить про вот эту вот силу воли и интеллект. Мы за время существования журнала сделали какое-то там, я не знаю, тысячи интервью. И вот те люди, которые добились действительно серьезных результатов, они очень скромно обычно отвечают на вопросы, обычно, да, и в процессе вопроса выясняется, что они ориентируются иногда вовсе не на интеллект, когда принимают решения. Где-то что-то показалось, где-то я так почувствовал, ой, я вижу мой человек, давай попробую его взять в команду. И это сплошь и рядом. Хотя напрямую вопрос, а что вот в ваших личных правилах стоит, они говорят, да, силу воли, упорство, интеллект, обучаемость там и так далее. Но каждый раз, когда они говорят дальше на вопрос, видно прям, что они опираются вовсе не на логику. Вы подняли очень интересный вопрос, на самом деле. Давайте я попробую, попробую на него ответить вот так, что, конечно, опять же, люди разные, кто-то в большей степени интуитивен, кто-то меньше, но интуиция это очень важный элемент. На какое место ты бы ее поставил? Вот сейчас в разговоре? Первое? Второе? Третье? Слушай, я так не ранжирую, потому что в этом нет никакого смысла. У тебя нет задачи как-то что-то выбрать. Но на самом деле у меня это работает таким образом, что иногда я чувствую, что надо принять вот такое решение. Оно может быть не подкреплено цифрами, но я чувствую, что оно правильное. Понимаешь, что со временем я все больше ориентируюсь на такого рода решения. Это правда. На интуитивные решения. И очень важно, когда ты выстраиваешь какую-то бизнес-партнерство, очень важно качество людей, безусловно. То есть это целый набор факторов. Он в целом достаточно простой, но очень редко сходится. Это должна быть яркая бизнес-идея, если мы говорим, например, о новом бизнесе. Это должны быть правильные люди. Тогда почему на вопрос о главных каких-то качествах ты все-таки про волю сказал, про интеллект сказал, а вот про ощущение от мира, от какой-то потока, про интуицию не сказал? Это так просто не принято сейчас еще пока говорить? Нет, знаешь, ведь люди, у нас есть целевая аудитория передачи, из чего-то люди должны начинать. То есть если мы говорим о молодых начинающих предпринимателях, то очень важно следовать определенным правилам. Как правило. Как правило очень важно следовать определенным правилам. Я говорю, что из всего есть исключение. Можно поддаться какой-то бешеной идее, какой-то интуитивному озарению, но в большинстве случаев ты сначала, чтобы творить, ты должен владеть ремеслом. Вот когда ты владеешь ремеслом, это становится уже незаметно на фоне творчества. Говорят, как там, ну, там, как поет, да, или как танцует, как там поет, да, человека, но это в первую, там, в базе этого это ремесло, да, то есть вот необходимый, необходимый базис он должен быть. А дальше это уже творчество, это то, что он о ремесле не думает, потому что это уже автоматизм. Но тут еще бы и вот в процессе освоения вот этого вот ремесла, в принципе, даже управленческого ремесла, не утерять бы вот эту вот связь с какими-то своими звоночками внутри, с каким-то таким вот журчанием, которое отзывается на то или иное решение, на то или иной факт, и как принять решение. А мне кажется так. Нет, мне кажется не так. Часто же вот это вот кажется, я так чувствую, для предпринимателя в любом случае это ведь крайне важно, просто вот. Да, тут я еще раз говорю, что предприниматели очень разные, у каждого свой набор интуитивной и интеллектуальной и интеллектуальной составляющей. У некоторых на старте это в меньшей степени развитое, люди развивают, кто-то наоборот имеет очень сильную интеллектуальную составляющую. Я бы здесь в нашем разговоре такой сделал резкий такой разворот чуть в сторону, когда мы говорим об интуитивной составляющей, мы говорим о личностном развитии человека, о его личностном духовном росте, да, то есть вот эти вот интеллектуальные способности, они развиваются, когда человек занимается собой, то есть собой не как профессионалом, да, как предпринимателем, а как человеком. То есть тут уже вступают в силу правила жизни некие, насколько правильно он живет, то есть на взглядом энергетические практики, способность концентрации, да, способность фокусироваться, способность воспринять любое событие как некий знак и сигнал, не ставя ему плюс или минус, да, способность, как называется, держать удар, это не то, что там собраться и вот терпеть, скрипя зубами, это просто понимая и доверять жизни, да, понимая, что зачем-то тебе это испытание пришло, да. И вот это навыки уже зрелого человека и со временем, я думаю, для предпринимателей это особенно важно, со временем люди должны приходить к энергетическим практикам, если они хотят развивать свою интуицию, интуитивное управление, ну и в целом качество своей жизни, потому что на предпринимателе особая ответственность, за ним стоит коллектив людей, чем больше размер бизнеса, масштаб бизнеса, тем больше людей за тобой стоят. Ты не только должен вместе с командой обеспечивать их там заказами, кормить, поить, платить зарплату, но ты и должен их куда-то везти. Ну вот тут мы плавно вернулись снова к вопросу о смыслах. Продолжи, пожалуйста, свою мысль, связанную вот с тем, что ты сказал, что для меня важно, чтобы внутри была наполненность смыслами. Поясни, какими? Ну, сейчас много дискуссий идет на тему того, что такое, ну скажем, некие новые парадигмы в корпоративной культуре и в бизнесе в целом, да, и меня в свое время, мои коллеги спрашивали о том, куда мы идем, то есть какую долю рынка мы должны держать, то есть в чем мы должны быть самыми лучшими. Для меня это были довольно сложные вопросы, потому что я просто не думаю в этих категориях. И вот пару лет назад появилось две очень интересных книги, это «Великие, но небольшие», и «Открывая организации будущего», да, там, про зеленые и бирюзовые организации, они мне помогли ответить на эти вопросы, потому что компании, о которых рассказывается в этих книгах, не ставят вопросы таким образом. То есть и там какие тогда смыслы возникают? То есть смыслы возникают, когда организация, как некая сущность, взаимодействует со всем миром, да, в первую очередь с сотрудниками, во вторую очередь с клиентами, в третью очередь, в общем, со всем миром, потому что много интересов затрагивается в процессе деятельности организации, особенно если она большая. Что я имею в виду? Мы говорим не о том, что там, например, компания должна быть клиентоориентированная, она должна быть в целом ориентированная на людей, да. То есть для меня важно, чем живут мои сотрудники, для меня важно, чтобы они разделяли смыслы, важно делиться с ними тем, что я знаю в области энергетических практик. Здесь есть очень тонкая грань, ты не вправе ничего навязывать. Но с другой стороны, я хочу делиться и хочу рассказывать. Я вижу очень хорошие результаты тех экспериментов, которые мы проводим в рамках нашей управленческой команды. И поэтому смыслы в том, что люди растут внутри компании, это огромный смысл. Смысл в том, что клиенты счастливы. Смысл в том, что ты не вступаешь в какую-то конфликтную среду с другими группами, которых компания затрагивает так или иначе. Смысл в красоте, смысл в том, что ты даришь, опять же, радость сотрудникам, клиентам, и ты получаешь ее взамен в виде благодарности, восхищения и гордости тем, что люди делают. Скажи, пожалуйста, как бы ты оценил сегодняшнее твое отношение к такому явлению, как конкуренция? Его сейчас обычно понимают как некое выигрывание или выдавливание кого-то. Что ты думаешь по поводу конкуренции? Я думаю, что эта история для лучших компаний уже находится в прошлом, потому что это неинтересная, на самом деле это неинтересная история про конкуренцию. В рамках нашей деятельности мы отслеживаем то, что делают наши коллеги по цеху, что-то интересное мы используем тоже. Но для нас самое главное ориентироваться на себя, на то, что мы несем миру, какой продукт мы делаем, как реагируют наши клиенты, горды ли наши сотрудники. И с этой точки зрения для нас вопрос конкурентов носит довольно прикладной характер, ну в части там ценообразования, чтобы какое-то было соответствие, хотя мы компания премиальный девелопер, то есть во всех сегментах рынка, где мы присутствуем, мы стараемся давать более высокий уровень сервиса, более качественный продукт предлагать клиентам по более высоким ценам. Поэтому мы стараемся в первую очередь ориентироваться на себя. То есть, как говорил Николай Константинович Рерих, сегодня бы чуть лучше, чем вчера, а завтра чуть лучше, чем сегодня. Это самое главное для человека. А как говорят новые теории, я с ними полностью согласен, если говорить о компании как о неком субъекте, то это важно для компании. Если она постоянно развивается, понемножку становится лучше каждый день, это и значит, что счастливы ее клиенты, счастливы сотрудники. Как она может в таком случае быть неуспешной? Я почему зацепился за предыдущую фразу, о которой там на предыдущие вопросы говорил. По сию пору, несмотря на то, что современное поколение молодых предпринимателей, оно уже, конечно, другое. Оно смотрит и на практики, и часто употребляет слово поток, понимание, радость, гармония и так далее. Тем не менее, они все еще находятся, на мой взгляд, субъективный, находятся в состоянии, что на рынке нужна конкурентная борьба. И поэтому мне очень важно было услышать твое мнение. Я с ним, конечно, согласен, и очень приятно это слышать. И вот можно было бы сказать, правильно ли я услышал, что, в общем-то, это время такого понимания, как обычно его понимают конкуренцию, оно прошло. Сейчас этим неинтересно заниматься. Оно проходит, и для ведущей компании, для выдающейся компании оно прошло. То есть все-таки очень сегментированная ситуация. Где-то конкуренция идет в полный рост, сотые доли центов за каждый звоночек, куда перейти, какому оператору и так далее. Где-то конкуренция очень высока. Но для людей, которые открывают свой бизнес, очень важно думать о том, в чем они будут уникальны. В чем они будут уникальны, и какую пользу они принесут клиентам, и с какой корпоративной культурой они придут, чтобы создавать команду, потому что это вещи, которые невозможно разорвать. Скажи, пожалуйста, у тебя есть три своих несложных правила при работе с сотрудниками? Ну, я не оперирую какими-то правилами, вот как сформулируем. Для меня важно каждому человеку, поскольку понятно, что компания достаточно большая по численности, поэтому я напрямую работаю с небольшим процентом от всего количества сотрудников. Но так или иначе, ко мне по разным вопросам обращаются больше людей, чем мои непосредственные подчиненные. Для меня очень важно каждому человеку относиться заинтересованно. И чтобы видеть в сотруднике не винтик какой-то машины, а чтобы видеть в нем человека. Но я уже говорил о том, что очень важна единая система ценностей, и это тот аспект, который решается в рамках отбора, потому что человека привести к иной системе ценностей кардинально, чем есть у него, невозможно. Поэтому система отбора очень важна, чтобы система адаптации очень важна, чтобы люди, приходящие, вновь приходящие в компанию, понимали, насколько система ценностей является ключевым элементом корпоративной культуры компании, в целом ключевым элементом, каркасом компании как таковой. Поэтому... Как ты считаешь, современные... Очевидно, выполнение обязательств, очевидно, отношения по-человечески на равных. Как считаешь, современные ребята, девчонки, которые приходят устраиваться на работу, они в состоянии оценить вот эту вот совместимость своих внутренних ценностей с ценностями компании, смыслов? Хотя они могут не апеллировать этими фразами и терминами, но тем не менее. За это должна отвечать компания, потому что там в этой части более квалифицированные люди находятся. То есть задача отбирать людей по смыслам, по системе ценностей и этому уделять особое внимание, если корпоративная культура в компании есть. Если ее ярко выраженной нету, то, скажем так, перспективы ее на рынке в некой среднесрочной или долгосрочном перспективе невелики, шансы выживания ее на рынке невелики. Поэтому корпоративная культура должна быть, она должна быть привлекательной для какой-то команды людей, она должна быть не декларируемой, а фактической, и команда должна подбираться под эту корпоративную культуру. Потому что кто-то хочет владеть самой большой долей рынка, а кто-то хочет гордиться тем, что он делает. И это разные люди. Насколько ты себя помнишь, вот, 20-летним, если бы у тебя была возможность сейчас, как-то быстренько, на минуту по линии времени прибежать к себе самому и сказать, Эдуард, слушай, вот впереди много будет, тебе три совета. Раз, два, три. Три коротких совета. Что бы ты сказал себе самому? Ну, видишь, опять же, я стараюсь не оперировать вот такими клише, потому что это вопрос, который, ну, честно говоря, для меня не имеет большого смысла, потому что, ну, вот всё идёт, как идёт. И человек, иногда общаясь с молодыми ребятами, ты понимаешь, что некоторые вещи, ну, просто не заходят ещё, ещё не время. Поэтому достучаться, это очень сложная история. Достучаться до человека, говорить с ним на его языке и на его уровне готовности воспринять ту или иную информацию. Поэтому те ошибки, которые допущены, это мои ошибки, и они принесли мне, ну, самое, самое быстрое развитие. То есть моменты, когда были кризисы, они обеспечили для меня самое быстрое развитие в эти моменты. Поэтому надо любить, я бы, может быть, сказал, что люби свои кризисы, не бойся своих ошибок и будь уверен, что из них ты извлечёшь максимум, они тебе даны не просто так. Супер. Я думал, ты не станешь отвечать на вопрос, но ты же на него прямо подробно и ответил. Да. Хорошо. Спасибо тебе огромное. Тебе всевозможных успехов во всех твоих проектах и направлениях. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. С вами была программа «Человек-дела. Главные правила». Вам все успехов в делах, хорошего самочувствия. Подключайтесь к Миниометрикс и каналу «Человек-дела». Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо тебе большое. С вами программа «Человек-дела. Главные правила». Меня зовут Тимофей Кареба. Я являюсь издателем бизнес-журнала «Человек-дела». У нас сегодня с вами вторая программа из почти цикла встреч с Эдуардом Тиктинским. И сегодня мы будем продолжать вести разговор о смыслах внутри компании, о структуре внутри успешных компаний. Эдуард, привет. Привет. Спасибо, что решился на продолжение. Точнее, даже практически сам предложил в прошлый раз, насколько я помню. И это очень хорошо. Мне очень понравился прошлый разговор. Я думаю, нам есть о чем поговорить сейчас, а людям послушать. Для тем, кто сейчас только подключился и почему-то вдруг, не зная, кто такой Эдуард Тиктинский, я сообщаю, что он основатель и председатель Совета директоров строительного холдинга RBI. Ну вот, не только строительного. Ну, я бы сказал, скорее, девелоперского, потому что строительные подряды, подрядные компании, мы их привлекаем, разыгрываем лоты на тендерах. То есть наша задача девелоперской компании – это найти земельный участок, купить его, создать продукт, получить все необходимые градостроительные согласования, сделать проект. Согласовать его, получить разрешение на строительство, допуск к продажам, организовать финансирование, организовать продажи, маркетинг, продвижение проекта. Ну, компания так или иначе все равно всецело всю свою работу строит вокруг строительного рынка Санкт-Петербурга. Правильно? Ну, этот рынок можно по-разному называть. Я предпочитаю слово «девелопмент». Действительно, там и строительство, там и маркетинг, продажи. То есть я люблю этот бизнес еще и за то, что он очень многомерный. Там очень много вызовов, очень много интересных задач. И поэтому я вот старательно ухожу от слова «строительный», «девелоперский» почему? «Девелопмент», «развитие», да? И я не зря перечислил практически всю цепочку, а еще передача жилья клиентам, эксплуатация его, управление. Это тоже отдельный, очень важный элемент, чтобы клиенты были счастливы, когда они живут в наших домах. И каждый этот элемент, он представляет из себя отдельный вызов, отдельные задачи интересные. Скажи, пожалуйста, вот смыслы, о которых мы там попозже поговорим, внутри компании заложены. Вы же не отрезаете себя, вот есть здания, которые мы передаем людям, а вот мы внутри компания. Это все наверняка просто имеет жесткую взаимосвязь. Есть какие-то смыслы, которые бы ты лично хотел, чтобы они всегда перетекали в здания, этажи, квартиры? Ну, смотри, эти смыслы зашиты в ценности компании. Сейчас как раз мы находимся в процессе корректировки, доработки наших ценностей. Вот это интересно. Да, и, кстати, первый документ в области корпоративной философии был написан в 2001 году. То есть мы одни из пионеров на этом рынке в России, создания корпоративной культуры компании, создания ценностей, миссии. И с тех пор ценности несколько раз были модернизированы. Интересно, что начиналось с 13, потом сейчас вот 7 ценностей, мы переходим к 3. Но эти 3, они очень всеобъемлющие. А можешь назвать? Значит, это сотрудничество. Сотрудничество. Это увлеченность. Увлеченность. И это надежность. Надежность. Они прямо вот в этом порядке должны стоять? Они уже проранжированы? Слушай, у них нет приоритетов. То есть это равноположенные ценности. Интересно, что было 7. И вот мы создали в рамках работы ключевых 22 топ-менеджеров компании, создали такой контур, это не просто название, это кредо, да? То есть во что мы верим. Кредо – это во что мы верим. И принципы поведения. То есть что мы ожидаем от людей? Какого поведения? Скажи, пожалуйста, почему вы переходили, вас 13 не устроило, вы сделали 7. 7 не устроило, осталось 3. Почему? Смотри, есть технологические вопросы. Попробуй выучить 13 и даже 7 ценностей. Это довольно непросто. Но главное, пожалуй, компания ведь становится более зрелой и растет, в общем, как отдельный субъект, да? Как говорят в рамках бирюзовых организаций, что компания – это отдельный субъект. Вот RBI как отдельный субъект, он растет, она, компания, да, становится более зрелой, и люди переосмысляют, да? Ценности стараются понять, что является более важным и, собственно, голосуют сердцем. Потому что если взять первый документ, написанный в 2001 году с 13 правилами, корпоративная философия, это то, что, возможно, в большей степени подвержено эмоциям, что-то пошло не так в каком-то конкретном вопросе, я сел на эмоциях, написал документ, его немножко подкорректировали, и вот с этим документом мы жили там в той или иной мере до 2012 года. Потом появились 7 ценностей, которые, я бы сказал, что они были созданы посредством интеллекта, а это то, за что сердцем проголосовали. Ну вот эта последняя итерация, она прямо сейчас происходит, да? Да, сейчас, что сейчас происходит в компании, происходит начало внедрения этих ценностей. То есть в сентябре команда из 22 топ-менеджеров провела стратегическую сессию на два дня, и родились эти ценности, родилась кредо, во что мы верим в рамках каждой ценности, и ожидаемое поведение. А кто инициировал переход от семи, такой семизначной истории, к трехзначной? Ну, видишь, что интересно, что компания постоянно учится, и мы в рамках летней менеджерской сессии, которую мы проводим регулярно, ежегодно, провели один день усеченным составом, вот этим 22 людьми, потому что менеджерская сессия, это работа на 60, на 65 менеджеров компании. Мы провели один день, посвященный Бирюзовым организациям. Я прочел пару книг очередных, это «Открывая организации будущего ЛАЛУ», да, и «Великие, но небольшие». Я был очень впечатлен, я был ими очень впечатлен. Я смог для себя, увидев в этих книгах родственные души, я смог и своим коллегам легче отвечать на ряд вопросов, которые мне задавали от года к году, да, какую долю рынка мы хотим иметь, самые какие мы хотим быть. Меня всегда эти вопросы смущали, потому что я не хотел быть самым каким-то или с кем-то сравниваться, не хотел иметь какую-то самую большую долю рынка или маленькую. Меня всегда интересовал в силу моей системы ценностей, моего мировоззрения процесс. Я верю в то, что процесс является намного более важным элементом, чем результат, потому что результат является следствием правильного процесса. Не потому что мне все равно, какой будет результат, но я верю в то, и в общем деятельность компании это подтверждает, что правильный процесс рождает правильный результат. И так вот, в рамках этого дня по Березовым организациям наш тренер Алексей Щевелев стал задавать нам вопросы, какой мы видим компанию в будущем, и мы стали что-то набрасывать. И стало понятно, что это не впрямую коррелирует с этими семью ценностями. И так родилось решение о том, что надо провести отдельную сессию по ценностям. И вот вместе с нашим давним партнером институтом тренинга, с Евгением Доценко, мы такую сессию провели в сентябре. Вот что появилось. – Хорошо. Судя по тому, что для того, чтобы проговорить вот эти вот три ключевые ценности, тебе потребовалось еще на них глянуть, да, так как-то уйти в них, они еще не полностью осели даже у тебя, как у главы. И я понимаю, что у людей сейчас идет такой процесс перехода, перехода в это состояние. – Ну, осели названия, да, то есть мы же говорим о названиях, лишь о словах, да. Вопрос то, за что мы проголосовали сердцем, это очень важный элемент, и это всем понятно, да. Потому что когда ценностей было семь, по сути, эти три поглотили их, но определенным образом. Ну вот давай, например, поговорим… – Я вот просто прям чувствую, что это другой этап. То есть мы были семь, мы перешли на верхнюю ступень, там три. Вот она как-то, может быть, такая перемедальная структура перехода к новым, а там через пять лет будет одна. – Нет, это вот, вот в это я не верю, по крайней мере, сегодня в это я не верю. Понимаешь, вот эти три… – Бог с ним, это ненужное предположение. – Да, неважно, да. – Вот эти три, они поглотили семы. Я хотел на примере тебе рассказать, как это работает. Вот в рамках семи ценностей была клиента-ориентированность, и в рамках проекта года мы большой пласт работ сейчас в этой части ведем, в рамках повышения клиента-ориентированности. Но когда мы вышли на три ценности, клиента-ориентированности там не оказалось. Потому что командой, мы с тобой об этом будем позже говорить, о том, как культура корпоративная прорастает, в общем-то все люди хотят идти от себя. То есть мы называем это, ну, человеко-ориентированностью, да. И у нас есть триада, это сотрудники, это клиенты, это партнеры. И когда мы спросили себя, в какой компании мы хотим работать, какими смыслами она должна быть наполнена, мы говорили о таких вещах, что мы хотим гордиться. Мы хотим, чтобы нам люди доверяли. Мы хотим верить и быть уверенным в том, что наши коллеги нас не подведут. Мы хотим расти и развиваться. Мы хотим, чтобы нам верили клиенты и партнеры. Понимаешь, то есть и тогда вот это, как бы от себя. И мы понимаем, что клиент… Мне кажется, что сотрудничество вполне себе клиентоориентированность. То есть если я говорю о сотрудничестве с клиентами, сотрудничество – это прям очень даже клиентоориентированность. Понимаешь, есть разные грани любой вещи. Потому что когда ты говоришь о клиентоориентированности в чистом виде, я вижу в этом элементы манипуляции. Потому что это, значит, там, вау-эффекты. Значит, надо управлять ожиданием клиента. Надо где-то немножко ожидания его подснизить, а потом дать чуть больше. То есть понимаешь, да, это такое… В этом есть нечто искусственное. И совсем другая ситуация, когда ты, ну, общаешься там и с партнером, с сотрудником, с клиентом, как с близким себе человеком. Ты не занимаешься манипуляцией, да, ты не управляешь его ожиданиями в части того, что где-то надо занизить, чтобы потом он там приятно удивился и так далее. Ты не оставляешь что-то в рукаве, чтобы вот как-то, ну, психологически вот такими примочками его человека раскачивать. Ты просто делаешь честно свою работу хорошо, чтобы ты мог этим гордиться как для себя. Согласись, что это несколько иной посыл. Иной. Правильно я ли слышу, что ты говоришь, что все-таки вот эта вот подача, как уже такой прошлой такой ценности клиента-ориентированности, это ты назвал такой некоторой манипуляцией? Да, да. Я считаю, что это же все лишь слова обозначения, да. В них можно вкладывать абсолютно разные смыслы. Но разница вот в этих словах там человека-ориентированности, клиента-ориентированности, она достаточно большая. Потому что люди это в первую очередь наши сотрудники, наша команда, да, наши клиенты и наши партнеры. Да и вообще все те, кого затрагивает деятельность компании. Это совсем, ну, более широкий такой, я бы сказал, там гуманистический пласт. А почему так? Потому что мы, если мы обратимся внутрь компании, то там возникает история, чем люди мотивируются, да. То есть на первом уровне, на самом базовом люди мотивируются деньгами, на следующем уровне люди мотивируются интересом. Ну, работа интересная, да. Она на самом высоком уровне мотивируется смыслами. Поэтому, если мы говорим в определенной степени о служении, о том, чтобы все, с кем мы соприкасаемся, не страдали от нашей деятельности, то мы говорим о смыслах. Скажи, пожалуйста, сейчас в процессе разговора ты упомянул, что для тебя важнее процесс, а не результат. Я понял смысл этого посыла. Просто немножечко сейчас ужищу вопрос. Дело в том, что ведь во многих компаниях стоит этот вопрос достаточно ребром. Если за результат, ты с нами. Если ты человек процессный, ну, извини, там где-то ты можешь пристроиться, но типа это не про нас. И тут вот твоя фраза. Я понимаю, что важнее правильно выстроенный процесс. Нет, даже не так. Я не это сказал. Я неправильно сказал, точно. Я уже понял, что я неправильно сказал. Ну, если можно, ты его повтори. Я услышал, что именно вот эти вот ощущения процесса, как это идет, они важнее, чем нацеленность на результат. Результат будет, когда ты вот здесь правильно идешь. Ощущение правильности своего пути. Правильности своего пути. Если ты стоишь на пути, то результат является, постоянно ты его получаешь по ходу своего пути. Это промежуточный продукт. Ну, вот представь, что я человек, допустим, который жестко настроен, у меня прямо там, не знаю, в миссии компании что-нибудь написано, как часто это модно, да? Что, деньги для акционеров? Нет. Что есть результат, что он должен быть, и мы на него должны ориентироваться. Представил. Как ты бы мне ответил тогда, почему, ну, пошире раскрыл вот эту вот позицию, почему процессы, почему сейчас вот эта вот правильность пути? Ну, смотри, ведь нету правильного и неправильного подхода или пути в этой части, да? То есть, если ты вспомнишь спиральную динамику и вот эти цвета, то процесс в таком более примитивном смысле этого слова, это бюрократия, да? Ну, там, как их называли, там, какие-то там голубые организации, я уж не помню точно какие цвета, да? Ну, там есть там оранжевые, красные, синие. Да, оранжевые, да. Да, оранжевые – это результат. То есть, когда человек говорит, что мы с этого получим? То есть, его не интересует, чьи интересы будут затронуты, кто будет обижен, несчастлив по дороге. Просто, что мы с этого получим? Вот это оранжевая парадигма. И очень многие компании работают, наверное, нету чистых компаний, очень многие компании работают между вот этим синим бюрократическим и оранжевым, переходит там из синего в оранжевое. Ну, это просто стиль жизни, вот интерес, да, может быть, деньги, такой человек скажет, может быть, деньги не важны, но это показатель моей эффективности, это желание конкурировать, переконкурировать, перемочь кого-то. Вот, так тоже можно жить, просто это выбор. Поэтому вопрос для меня, ведь, значит, что я тебе скажу, вопрос для меня состоит очень важный в подборе своих людей, да, в подборе людей, в команду тех, для кого то, как мы достигаем тех или иных результатов, имеет очень важное значение. Ну, так или иначе, я не очень люблю вот эту вот такую стандартизацию, а где мы сейчас, в оранжевом секторе находимся, мы там перешли в зеленый или его и нет, мы там опустились там в красный или синий. Вот я думаю, что все компании в любой момент времени могут быстро перескакивать туда-сюда в зависимости от места, времени, вовлеченности в те или иные процессы, как сотрудники внутри компании, они тоже могут передвигаться довольно быстро по этой спирали. Более того, если я правильно понимаю, то то, о чем говорит Лалу про свои бирюзовые компании, это не совсем та бирюзовость, про которую рассказано в спиральной динамике. Ну, она как-то отличается. Вот, но мне просто вот интересно, ты когда своим людям говоришь о том, что, ребят, вот важнее вот это вот ощущение своего пути, правильности, своего личного, они говорят, так мы идем за результатом или мы где-то здесь, в процессе? Смотри, ну, во-первых, как там перемещаются, да, не будем вдаваться в дебри, что там в спиральной динамике, а что Лалу и в чем отличие, они на самом деле не столь существенны. Важно здесь другое, что на самом деле люди не могут шибко перемещаться быстро, потому что у человека просто ломается сознание, да, и человеку комфортно жить в какой-то парадигме, да, ну, относительно одной. То есть, ну, ты где-то в соседних он еще может как-то существовать, но он не может прыгать там из какой-то племенной модели там в зеленую, понимаешь, это невозможно. И ты не можешь как руководитель постоянно давать разные сигналы, люди просто сойдут с ума, они, ты должен давать сигналы в целом четкие, однозначные, куда, какая корпоративная культура, какое поведение от людей ты ожидаешь. В первую очередь своим примером, своими поступками и объяснением этого. Как ты своим поясняешь, где, вы к какому-то результату идете или вы идете? Принятием решения в каждый момент времени, понимаешь, это непростая история, потому что об этом легко говорить. И когда все хорошо, все хорошо, нету и никаких противоречий. Все белые и пушистые, и все в порядке. Реальная проверка ценности возникает тогда, когда есть конфликт, когда ты можешь поступить так или иначе, и это стоит денег. Вот в этот момент по тому, какие решения принимаются, люди и понимают, как на самом деле это все работает. Поэтому эти решения стоят денег. Ну, то есть, когда мы обсуждаем, ребята, мы понимаем, куда мы двигаемся, вот мы решили, и я вам говорю, мы двигаемся туда. Но на самом деле они часто смотрят на то, как, смотрите, как делаю я. Люди всегда на это смотрят, потому что слова – это только слова. Но ты же не можешь, то есть не так, ты же понимаешь, что люди очень часто интерпретируют твои действия, не зная, какой смысл ты в них заложил. Ну, здесь не надо ставить такое противопоставление, что там я и все остальные. Здесь очень важно, что есть ближний круг, есть носители корпоративной культуры и те люди, которые работают в компании по 20 лет и которые видят ее развитие, знают меня хорошо, знают руководители, которые работают, понимаешь. Поэтому, да, частично это элементы интерпретации, но важно, кто интерпретирует. Да и потом компания количественно, не шибко большая, все-таки 300 человек мы решили год назад проводить очные собрания, раз в квартал, раньше проводили реже, чтобы добавить еще один канал прямого общения. Есть горячие линии, когда люди в анонимном или не в анонимном виде могут задавать вопросы, да, любые, о том, что происходит в компании, почему принято такое решение, почему другое. И я на них отвечаю, просто сижу вот за компьютером в течение там двух с половиной часов и отвечаю на несколько сотен вопросов, пока там горячая линия не закончится, практически пока все вопросы не исчерпаются. Прикольно. То есть есть много инструментов, собрания в подразделениях, разговоры в курилках. По сути, ключевой... Ну ладно, только не надо же говорить нашим зрителям, что ты куришь. Нет, нет, ну курилки это условное слово, у нас там достаточно мало народу, кто курит. И, кстати, чем дальше, тем меньше, потому что в компании все усиливается, тренд в области разных энергетических практик, и это довольно сложно сочетается с курением. Нет, я, слава богу, с 14 лет там, попробовав, никогда никогда не курил. Ну ты понимаешь, что я имею в виду, что очень важно, очень важно проникнуть ценностями ключевых людей. Это не просто, потому что нагрузка очень большая. Нужен высокий уровень осознанности, нужна энергия для этого, потому что руководитель, он во многом на разрыв, и когда начинают пихать один, второй, третий, четвёртый вопрос, то возникает желание где-то сработать в режиме энергосбережения, сказать, что вот там, это потом, а там, а за этим вопросом где-то клиент стоит, где-то партнёр и так далее. И уровень осознанности, это отдельные практики, уровень энергии человека. Ну хорошо, вот в этой части разговора мне ещё очень важно, чтобы, я даже себе пометил, не пробежать мимо одного вещи, которое, мне кажется, реально очень важное и очень полезное, это слово служение. Мне очень нравится это слово, но вот ты бы мог сказать, это что, это такая миссия, это, ну, что это, такое ощущение? Я тебе отвечу, это смысл. Ведь после удовлетворения материальных потребностей, которые принципиально насыщаемы, понятно, что они постоянно присутствуют, и у, ну, было бы неправдой сказать, что там у менеджеров компании насыщены материальные потребности, конечно, нет. Есть, но в какой-то момент времени возникает понимание, что этого недостаточно, то есть думать только там о деньгах, о решении каких-то бытовых проблем, тем более они постепенно решаются, недостаточно, и возникает вопрос, для чего живу, это же важный вопрос. Знаешь, вот это, что такое кризис среднего возраста, да, там, в советское время, там, успешный человек, что там, дача, квартира, машина. Ну, плюс-минус, считай, в наше время, да, то есть человек, пока он в забеге для решения для своей семьи, там, каких-то базальных потребностей, ему некогда думать о чем-то другом. А дальше возникает, ну-ка, история, ну вот решил, вот квартиры обеспечил, машина есть. Такой смыслом для, вообще, всего предпринимательства. Да, я закончу мысль, да. И вот возникает вот этот кризис среднего возраста. Ну и что? Вот это сделал, это сделал, это сделал, дальше возникает вопрос, где счастье, там, как я себя реализую, какой смысл моей жизни, да. Да, и если не возникает задачи реализации неких идеальных потребностей, какие есть идеальные потребности, ну, в принципе, они находятся в плоскости либо некого личностного развития, там, ну, некий путь мага, да, то есть вот я развиваюсь, чтобы там больше, больше мощь, там, либо в плоскости служения. Если эти два аспекта соединяются, да, личностное развитие и служение, то вот возникает, на мой взгляд, ну, таково мое представление, это же моя проекция, да, некая идеальная картинка. Это индивидуальная история. Может ли весь бизнес, это же, ну, такой вопрос, ну, в идеале может, на самом деле, ну, наверное, нет. Но может ли чем дальше, тем больше людей об этим быть и беспокоены, и идти в эту сторону? Конечно, да. Потому что последние годы об этом стали говорить наиболее продвинутые компании, предприниматели. Это стало повесткой дня во многом для молодых людей. Я вижу на своих выступлениях, на встречах с молодыми предпринимателями, со студентами, что эта тема хорошо заходит. То есть я не рассказываю людям о семи правилах, как стать миллионером, там, или миллиардером, или еще что-то. Я им говорю о своем мировоззрении, о своих ценностях, о своих жизненных правилах. И я вижу, что для людей это важно, это не пустой звук. Ну, это очень ценно, и это очень приятно слышать, потому что, так что очень давно хочется это уже услышать. Ну, во всех случаях, для меня, как издателя, мы давно эту тему копаем, давно. Но вот смотри, мы так мягко перешли в тему, которая меня тоже очень интересует, это энергия внутри компании. Откуда она берется, из каких каналов, где собирается, кто ее направляет, трансформирует, где в этом процессе сотрудники, какого звена, где ты? Смотри, мне нравится очень, вот в книге Лалу, я еще раз повторю эту концепцию, что компания – это отдельный живой организм. Но поэтому легко сопоставлять с человеком, да, компанию с человеком. Откуда у человека берется энергия? Ну, откуда? Когда есть смыслы, когда есть, как наш вот Леша Чевелев говорит, когда понятно зачем, то любые возможности начинают появляться, да? То есть, когда понятно зачем, то есть, когда ты понимаешь смысл, энергия к тебе приходит. То есть, ну, как правило, инструмент для человека, он примерно может быть следующим, что возникают какие-то задачи, желательно уже не совсем материального плана, некие идеальные. Появляются какие-то смыслы, которые надо реализовать. Не хватает энергии, ты понимаешь, где ее добыть. То есть, там появляются энергетические практики, какие-то занятия, там йога, цигун, еще какие-то практики. И вот таким образом человек энергию добывает. Далее, чем больше он отдает, тем больше ему эта энергия возвращается. То есть, вот так я верю, что таким образом жизнь устроена. То есть, таково мое мировоззрение. У компании примерно так же, поскольку это живой организм. То есть, если компания, команда людей в компании понимает смысл, зачем они это делают, и эти смыслы лежат за пределами только лишь денег, да, и находятся в плоскости интереса, антиболи смыслов, если нам есть чем гордиться, если человек, проезжая со своим ребенком, сыном или дочкой, говорит или внуком, говорит, вот это твой папа это построил, да, этим можно гордиться, что когда люди тебе говорят спасибо, да, вот отсюда и берется энергия. Так откуда она берется? Подожди, отсюда? Это еще не объяснение. Вот реально, откуда она берется? Это что? Сообщество людей, которым нравится работать вместе, да, которые вместе не только работают, но и развиваются личностно, не только профессионально. Которые видят смыслы того, что они делают, которые учатся общаться с меньшей потерей энергии, на бессмысленные конфликты, на какие-то разборки, когда у тебя в целом энергия в коллективе выше, чем в другом коллективе, то вот это и есть энергия компании, которая способна реализовывать кардинально другие задачи. То есть энергия, она собирается от всех, кто в компании присутствует. Они ее несут? Ну, они, а еще и клиенты, еще и партнеры. Клиенты, партнеры, все это стекается. Стекается. Это же где-то должно объединяться. То есть, ну вот было там, я не знаю, там 150 ручейков или там 100 тысяч ручейков, они где-то стеклись, и этот поток, он соединяется где? Вот ты чувствуешь, где этот центр, где он соединяется в компании? Ну, это же не, где соединяется у человека, мы понимаем, а где в компании, ну, трудно сказать. Это, оно нигде не соединяется. Понимаешь, это некий, ну, как это, мы же сейчас образами говорим, это некий квант энергии, который в мир несет там некий созидательный импульс. Да, я так скажу. Что значит, где собирается? Ну, хорошо. Это же все равно процесс управляемый, правильно? То есть, кто-то гордится, кто-то уважает, кто-то стремится что-то внести. Это все-таки потоки. Мы говорим образами, да. Но даже вот эти потоки, ими кто-то управляет. Они должны где-то сходиться. Центральный пульт управления где-то у тебя. Вот, и те люди, которые 22 менеджера, о которых ты говорил ранее, они ключевые управленцы. Они двигают, обвиняют. То есть, это все равно происходит. То есть, где-то они сходятся, эти потоки. И вот в этом месте происходит управление. Смотри, если компания – это субъект отдельный, то это не я, да? Вот, поэтому это отдельный субъект. И этот субъект имеет энергию. Вот и все. То есть, не должны потоки энергии где-то у меня соединяться в пульте управления. Важно в том, чтобы в компании не было хаоса, но это другая история, да? Для этого у него в компании есть, ну, системы менеджмента, да? Задачи, стратегия, финансовые показатели. И так далее. Это же никто не отменял. Это все в компании присутствует. Но смыслы – это надсистема, да? Они в идеале ими пронизан каждый человек. Когда он принимает решение, он принимает решение либо согласно бизнес-процессам и правилам, которые не противоречат смыслам и ценностям, да? Но если у них нет правил на тот или иной случай, он принимает решение, человек, по ценностям. От этого ему хорошо. Это же тоже элемент управления. У нас есть смысл, и мы о них договорились. Мы их приняли, и мы их использовали. Это управление этими самыми потоками. Верно. Ну, разве они не у тебя? Ну, это же, я еще раз говорю, давай не будем на этом зацикливаться. Это же вопрос просто некой визуальности, как оно идет. Для меня, мне кажется, правильным считать, что компания, будучи отдельным субъектом, имеет свою энергию и свой потенциал, который она отдает мне. Ты уходишь просто от ответа на то, что ты как бы не управляешь компанией. Нет, я такого не сказал. Я, конечно, компанией управляю. Просто мы говорим с тобой про энергию, это совсем другая сущность. Но ведь именно ты, наверное, синициировал выезд 22 менеджеров и приглашение уважаемого человека. Совершенно верно. Но есть многие вещи, которые инициирую и не я. И этим компания сильна, и этим она для меня цена. Что нету какого-то человека одного, который все знает лучше, чем другие, и имеет ответы на все вопросы. Огромное количество инициатив, серьезных проектов, которые реализуются в рамках компании, пришли не от меня. И это, ну, я рад этому. Важно, чтобы люди, которые в компанию пришли, были внутренне прям очень-очень согласны вот с тем набором ценностей, который протранслирован. Очень важно. Потому что взрослого человека ты ценности поменять не можешь. Поэтому остается очень тщательный отбор по ценностям. Сначала отбор, потом адаптация с наставниками, с плотной программой адаптации, где адаптация в части ценностей является чуть ли не более важным звеном, чем менеджерская и профессиональная адаптация. И если, не дай бог, многозвенная система отбора человека пропустила на входе человека с другими ценностями, то это заметит на этапе адаптации либо его наставник, либо вот та среда, которая с ним начнет взаимодействовать. Это очень мощный механизм, который помогает подбирать своих людей. А реальный человек, который все-таки проходит эту историю, но он с другими смыслами, с другими ценностями, это какой-то разрушительный элемент внутри системы? Ну, одному человеку очень трудно что-то разрушать, скорее для такого человека. Вполне возможно, что система, конечно, его отборит. Это, знаешь, как заноза. Вот у тебя сидит заноза, тебе неприятно, ты можешь какое-то время терпеть, быть занят другими делами, но все равно ее вытащишь, потому что иначе она гноить начнет и так далее. Скажи, пожалуйста, по твоему мнению, вот молодые ребята, которые сейчас строят свои предприятия или внутри не своих предприятий работают, они часто задумываются на предмет вот такого соответствия себя и системы, в которую они входят, соответствия своих смыслов, своих ценностей. Или когда набирают команду, они прям реально, осознанно соединяют людей с собой, со своей командой существующей. Ну, как правило, такой квалификации редко обладают молодые предприниматели. Но одна из моих задач в рамках моей миссии вот несения своих знаний молодым там ребятам, студентам и предпринимателям на это обращают внимание, это очень важный элемент. После того, как человек научился, будучи предпринимателем или становясь предпринимателем, ясно понимать, какой продукт он собирается принести, да, что является, что он хочет сделать уникального, что он хочет сказать этому миру и как его бизнес выживет, в чем его уникальное конкурентное преимущество, потому что рынок сегодня достаточно плотный, там не так много свободных лакун, то следующая его квалификация после менеджерской, да, должна быть квалификация в части создания команды. Ну, это вопрос, кстати, и личностного роста человека, понимаешь, потому что, конечно, система ценностей, она, если человек об этом думает, она у него с возрастом немножко шлифуется, чуть корректируется, он начинает рефлексировать на эту тему, более осознанно к этому относиться, и тогда он и на своих людей смотрит в разрезе этого, пока у него эта потребность для себя лично не актуализирована, он и на других людей не смотрит в этом разрезе. Пока, конечно, первая квалификация – это понять, насколько там хороший работник выполняет он задачи или не выполняет, можно ли на него положиться, насколько дробно надо его контролировать, ну, и насколько он лоялен и так далее и тому подобное. Заглубляется человек не сразу, но это и нормально. То есть это прогресс человека. Ну, с моей точки зрения, в наше время, прямо сейчас, да, вот эта вот история с тем, чтобы состыковывать приходящего человека в компанию со смыслами, которые в компании уже существуют, они важнее, чем все остальное. Вот только вслед за этим работоспособность компании, новые ценности, которые рождаются, новые продукты, которые рождаются, новые преимущества компании, которые рождаются. Иначе… Вот. Но дело даже не в этом. Мне просто было интересно твое мнение, как ты видишь сейчас молодых ребят. То, что ты упомянул, что они все больше и больше этим интересуются. Но они другие. Для них это все-таки находится на повестке дня для многих из них, потому что у них другие возможности, чем были 25 лет назад. Об этом 25 лет назад просто не говорили. Этого не было на повестке. Был пустой рынок, и требовалось там видение и воля, чтобы интуиция, чтобы этот рынок захватить какие-то его сегменты. Сейчас люди другие, ситуация другая. И люди этим интересуются, потому что для многих из молодых ребят цель просто заработать много денег отдельно не стоит так много, как она стоила 25 лет назад для тех, кто начинал бизнес. Сейчас люди хотят то, о чем мы говорили, гордиться тем, что они делают, заниматься не только бизнесом, не работать там по 20 часов в сутки и так далее и тому подобное. Мне кажется, это у них рождается вот как-то внутри, но они еще не дошли до состояния, про то, которое ты говорил, что можно это реализовывать через служить. Они еще не подошли к этой истории. То есть им хочется, но вот это вот ощущение, что для того, чтобы это произошло внутри, надо служить. Вот это, мне кажется, еще не произошло. Здесь всему свое время. Когда человек встает на ноги, поднимает свой бизнес, он тоже служит, но он служит там себе, своей семье, своему там для начала маленькому коллективу, чтобы, то есть надо двигаться в зону ближайшего развития, расширять свое влияние на мир вокруг постепенно. Поэтому это нормально. Согласен, согласен абсолютно. Скажи, пожалуйста, такая история, как... Мне все время наш шеф-редактор, контент-директор редакции ругает за то, что я употребляю слово «история», никому непонятное. Я все время себя бью по рукам, говорит, что ты опять вставил это. Скажи, пожалуйста, деньги, вот как сущность, как энергия, поток, что это такое с твоей точки зрения? Откуда берется? Что означает? Ну, это некий эквивалент труда, да, для предпринимателя, его предпринимательского труда, риска, энергии, творчества. Деньги – это энергия. Вот, и ты меняешь свою энергию на деньги. Деньги – это свобода в определенной степени. Ну, без них сложнее выстраивать свою жизнь и идти к своей свободе, да, деньги не обеспечивают свободу, но это хороший инструмент для того, чтобы двигаться дальше в этой части. Но деньги могут быть и зависимостью тяжелой, да, когда ты служишь своему предприятию, своим деньгам, когда ты зациклен на том, чтобы заработать больше и больше, или когда ты сидишь и сам разбираешь там до ночи какие-то бумаги, принимаешь все на свете решения, и жизнь проходит мимо. Это обоюдоострый инструмент, вот так я скажу. И они должны служить человеку, то есть они должны помогать человеку становиться лучше, развиваться, делать своих близких более счастливыми. Они должны служить человеку, и вот это очень важно. Важно, чтобы каждый человек отдавал себе отчет, что это средство, а не цель. Это как-то стыкуется вот с той, на мой взгляд, да, с той фразой, которую ты сказал где-то ближе к началу разговора, что они будут важно себя в процессе правильно вести на своем пути, и они как какой-то там результат промежуточный или какой-то там себе установил, они где-то появятся. Это правда. Но видишь, когда это очень сложная концепция, когда ты владеешь только тем, от чего ты можешь отказаться. Иначе это владеет тобой. И вот такие мысленные эксперименты в этой части очень полезны. И поскольку разговор все-таки близится к завершению, я бы хотел спросить про те самые практики, про которые ты тоже упомянул. Что ты приветствуешь в своей компании для своих людей? Чем ты увлечен сам? Чем это тебе помогает? Чем это людям твоим помогает? Можешь поделиться? Ну, во-первых, я, по-моему, об этом в первой части нашей беседы говорил, но хочу сказать еще раз, тут не должно быть никакого духовного фюрерства, да, то есть не должно быть навязывания, попытки кого-то насильно осчастливить. Как говорится, Левшебина, да, догнать и причинить добро. Да, 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 причинить добро не надо. Показать на своем примере, это важно. И я много какими практиками энергетическими занимался, и тадицианием, и цигунам, рейки, чакральные практики. Мне интересно пробовать разное. И что мне это дает? Дает энергию, дает спокойствие, дает способность концентрации, возможность принимать решения не в панике, возможность лучше чувствовать людей, находясь, стараясь находиться в каждый момент вот здесь и сейчас, да, и полностью сфокусированным на том, что я делаю, на человеке, с которым я общаюсь, на деле, которым я занимаюсь. И в рамках нескольких тренингов мы показали нашим и руководителям, и сейчас и линейным сотрудникам, как работают такие энергетические практики. Я могу сказать, что сейчас несколько человек у нас взяли на себя функции инструкторов. Они у нашего мастера Алексея Щевелева прошли такое обучение. Сейчас в компании, если вот ты придешь в гости там около часу дня, 15-минутная энергетическая практика, собирается 30-40 человек в большом холле, и инструктора ведут такую энергетическую зарядку. И она пользуется большой популярностью. Сейчас уже ходят разговоры о том, что добавить еще одно время, еще один слот времени, потому что ей там не хватает места, не всем удобно, там, именно без четверти час. Но люди чувствуют результат, они не будут ходить просто так, да. То есть люди чувствуют результат, они лучше себя чувствуют, у них больше энергии, там, голова не болит или меньше болит. Это очень практические вещи. В этом нет ничего заумного. Это очень практические вещи, которые дают результат. Спасибо тебе большое за разговор. Я уверен, что очень многие вещи полезны нашим читателям, зрителям. И вот на такой прекрасной такой спокойной ноте, да, мы заканчиваем нашу беседу. Спасибо.